На портал Экзогет поступил следующий вопрос. Как бесы могут влиять на людей и их поступки? Ну, во-первых, скажу, что влиять они, конечно, могут. И причем очень сильно вплоть до физического воздействия как на самого человека, так и на предметы, находящиеся вокруг него. Я думаю, всем давно известно широко такое явление, как полтергейст. Что это такое полтергейст? Это когда, скажем, в доме какого-то человека начинают падать предметы, летать предметы, происходить какие-то стуки, передвижение каких-то предметов и так далее. Люстры качаться. Так вот, это все есть проявление действия демонических сил. Но если они могут влиять таким образом на предметы, они могут влиять и на человека. И мы знаем по жизнеописаниям наших святых людей, которых бесы избивали. Это и Силуан Афонский, и Серафим Саровский, и многие-многие другие. И когда бесы к ним являлись, они видели бесов, слышали, что они говорят. И применяли по отношению к нашим святым людям физическую силу. То есть реально били. И я тоже знаю и на своем личном опыте, и на опыте тех людей, которые ко мне обращались, когда человек ложится спать, просыпается в синяках. Ну, кто его избил ночью? Вот он и говорит, да, меня бесы били. Реальные синяки. Итак, отсюда делаем вывод, описанный нашими святыми отцами. Демонические силы могут применять физическое воздействие на человека и на другие предметы. Они могут являться людям. Их можно видеть как духовным зрением, можно увидеть и зрением обычным. Но если человек видит глазами впереди себя какие-то тени, демонов или еще кого-то, это говорит о том, что бесов можно видеть только глазами бесов. Это означает, что бес подселился к вам, подсоединился к вашим глазам. И у вас произошло расширение восприятия. То есть вы можете видеть то, что не видят другие, слышать то, что не слышат другие, ощущать то, что не ощущают другие. Правда, если вы об этом скажете психиатру, то, я думаю, вы понимаете, что вам скажут. Вам скажут, как минимум, что у вас галлюцинация, вы несете бред. Все это не соответствует действительности. Но на самом деле это все может соответствовать действительности. Поэтому, ну это уже, знаете, крайние степени вот такого духовного поражения. Ну а в повседневной нашей жизни, конечно, демоны влияют прежде всего на наш ум, воздействуют. И в нашем уме появляются мысли. Ну, я думаю, каждый из вас знает, взяв молитвослов в руки, когда вы начинаете молиться, вдруг появляются в уме мысли, что надо сделать что-то завтра, не забыть, или все что угодно. Но эти мысли будут иметь одну цель – отвлечь вас от слов и смысла молитвы, переключить ваше внимание от молитвы к каким-то вещественным предметам или делам, или еще к чему-либо. Вот это явное воздействие на вас, бесов. При этом мысли могут быть просто как бы похожие и на свои собственные, то есть ничем не отличающиеся от других мыслей, по своему, скажем так, образно выражаясь, звучанию в голове. Но могут при более глубоком духовном поражении эти мысли быть такими отчетливыми, выделяющимися, явными, и более того, звучащими. Что значит звучащими? Вот люди говорят «голоса», да? Так вот, знаете, если любой из вас сейчас вспомнит какую-нибудь любимую песенку в исполнении какого-нибудь автора, то в голове его зазвучит эта песенка голосом этого исполнителя. Или, если вы вспомните, например, как чтец читает в храме молитвы. Вот это уже, будем говорить так, озвученная мысль, да? Или по-другому голос. Но есть еще третье. Это когда человек слышит звуки именно извне, чей-то голос извне, то есть своими телесными ушами. И это опять из той же оперы, когда бес подселяется к вам, подключается к вашим органам восприятия, которых у нас пять, как вы знаете, органы чувств, да? И вы получаете расширенное восприятие. С точки зрения психиатрии у вас нарушение восприятия. С точки зрения православия у вас расширение восприятия. Вот так целители всякого рода, ясновидящие всякого рода и другие экстрасенсы обладают некими способностями. То есть способностями, которые у них от демонических сил, за счет демонических сил. Еще бесы влияют на нашу душу, а точнее вызывают в нас чувства. Чувство раздражения для начала. Но если вы не подавите раздражение, а психология ее вообще-то учит, да, дай волю чувствам, проживите чувства, выплесните чувства, особенно в гештальтерапии, да, доведите эмоции свои до пика их значения, ну, образно говоря, наори во все горло на другого, на своего начальника, на тренинге, да, или еще на кого-то. Вот. Так вот, если вы не подавите вот это чувство себе раздражения, то болезнь душевная, по страсти гнева у вас будет только развиваться. И потом вы будете вспыльчивым, необузданным, неудержимым человеком, который, как говорится, может выйти из себя. Или, по-другому, взбеситься. Взбесился человек, значит, бес вселился. Вот. То есть в состояние аффекта может человек войти с точки зрения психиатрии. Не отдавать себе отчет. Не вменяем. Но это как раз, когда уже человеком правит бес. Человек уже сам себя ему предал. Поэтому, друзья мои, следите за своими мыслями и чувствами, что и как еще воздействуют демонические силы на нас. Они стараются подавить нашу волю. Вот. Каким образом? Вызывая в нас или желание, или нежелание. Ну, не хочу я вот идти в храм. Ну, нет у меня сил. Вот. А есть объективные причины, что сил нету? Да нет. Ну, просто вот у меня их куда-то не делись. Вот. Это один из возможных вариантов на вас воздействовать. Демоны так, что подавляют вашу силу воли. Силу воли. Кстати, психиатрия, вот эти антипсихотики, они тоже воздействуют на эмоционально-волевую сферу, и всякие нейролептики, они прежде всего подавляют эмоционально-волевую сферу человеку. То же самое делают демоны. Вот. Что еще? На что они в нас еще воздействуют? Да, воздействуют на нашу способность запоминания и мышления. И вот когда я мыслью говорю, потом бах, у меня ступор. Мысль потерял, куда-то я улетела, или куда-то я переключился, даже заметил, не заметил, как ушел в другую сторону. Ну, значит, это не только просто так вот мое внимание переключилось, просто так, как говорится, ничего не бывает. Это тоже может происходить под воздействием демонических сил. Конечно, я и сам могу переключить внимание, но я говорю о том, когда вы не хотели переключать внимание, но вдруг потеряли мысль. Мысль прервалась. А вдруг появилась другая, и вы на нее переключились. Вот это реальный момент, когда демон внушил вам ту или иную мысль. Вы просто на нее переключились. Как и бывает во время молитвы, о чем, в принципе, я уже говорил. Значит, на что еще влияют в нас демоны? Ну, я уже, в принципе, сказал, что и на тело, и на обоняние, и на все органы чувств. И в результате мое восприятие меняется. И, как я сказал уже, с точки зрения психиатрии, у меня нарушено восприятие, а с точки зрения православия у меня расширение восприятия. Как это может проявляться реально в моей жизни? Демоны очень любят, это их любимое занятие, воздействует на нас тогда, когда мы не занимаемся делом, когда мы не думаем, ну, скажем, на своей профессиональной деятельности, когда мы расслабились, когда мы развлекаемся. особенно на ночь глядя или во сне, когда душа отдыхает, связь тела и души расслаблена, и вот тогда они воздействуют на нас сновидениями, внушая нам показы, определенное кино, в результате которого мы можем два счета проснуться среди ночи с диким ужасом, криком, вот, от тех ужасиков, которые мы увидели во сне. Может, это по-другому, я проснулся и не могу подвинуться, рука не движется, не шевелится, ничего, все. Так называемый сонный паралич, как это опять-таки в науке это называется. Ну вот, а кто вас парализовал? Почему вдруг парализовались? Это тоже демоническое влияние. У вас вдруг изменились процессы, вы не можете пошевелить рукой, не можете встать. У меня были такие случаи, когда я потом начинаю по телефону просто даже молиться, да, и вот вдруг потом на той стороне телефона, как говорится, человек, да, начинает двигаться, но при этом он начинает кричать другим совершенно голосом. Так что аж папа забегает из соседней комнаты. Как еще это может проявляться, демоническое воздействие и говорить, что вы под сильным и их находитесь? Так называемый лунатизм. То есть это когда человек встает среди ночи, танцует, идет куда-то, потом ничего не помнит. Вы знаете, вот есть такие кадры, их в интернете можно найти, когда сын снимает свою маму, она вот среди ночи встала, пляшет, вытанцовывает, стриптиз показывает, сын ее снимает. Она ничего не помнит утром. Так вот, ей правило, ее телом без. Вы знаете, когда человек совершает очень сильные грехи по блуду, по этой страсти, потом демонические силы могут приходить и, как говорится, заниматься любовью с человеком. Только насильно. И женщина может испытывать совершенно все те же чувства, как и с мужчиной. Вот у меня один случай такой, ну не один, их несколько в моей личной практике, вот, когда женщина была проституткой, а был другой случай, муж погиб, разбился. Потом к ней приходит серединочка, как она пишет, вот, и они с ним занимаются любовью. Ну, пришлось потихонечку ей разъяснить, убедить, что это не ее муж, а демон. Она на мой вопрос, а что ты реально ощущаешь, все так же, как ощущалась мужем, говорит, да, это так, полностью. Она даже в этом не сомневается. Ну, слава Богу, теперь это прекратилось. Я вам назвал только некоторые, может быть, основные, такие явные демонические воздействия, вот, ну, отличить, скажем, психическое заболевание, как говорят врачи, да, разделить между духовным воздействием демонических сил и реальной болезнью тела, это тоже надо уметь и есть. Такое разделение, оно особенно, когда в органике проявляется поражение. Кстати, одно еще из, скажу, таких проявлений того, что вы находитесь под действием демонических сил, это заикание, всякого рода дотики, непроизвольное движение головой. И если невролог не выявил в результате обследования повреждения какие-то органики в центральной нервной системе, то будьте уверены, это тогда у вас происходит под демоническим воздействием. Если КТ, томограмма, МРТ, энцефалограмма не показывают ничего, ну, кроме, скажем, максимум изменений неких электрических токов в голове, а все остальное нормально, но вы слышите голоса или еще что-то такое, что вас смущает как минимум, в движениях, в поведении или в мыслях, или в восприятии вообще окружающей среды, будьте уверены, вы находитесь под демоническим воздействием, потому что у вас органика-то работает нормально, но тогда откуда это все явилось? Врач вам никогда на этот вопрос не ответит. В лучшем случае он скажет, ну, возможно, это генетическое по наследству передалось что-то. Вот. Ну, пожалуй, я завершу ответ на этот вопрос. Вопрос непростой, ответы на него тоже непростые. Хочу только сказать одно, не думайте сразу, что если что-то у вас не так, то это все демоны вас атаковали. Вот. Ну и помните, что без участия демонических сил ничего дурного в нашей жизни, в наших мыслях, в нашей в целом душе не происходит. Они всегда рядышком и всегда готовы на нас воздействовать. Более того, они всегда это делают. Это их работа. Они для того оставлены Богом, чтобы нас искушать тем или иным образом. Ну, а если у вас что-то не так, обращайтесь, как говорится, к специалистам. И прежде всего, к батюшкам. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok